лекция 38 про музыку на мой взгляд есть два способа писать музыку или стихи рисовать картину ваять скульптуру и так далее первый это делает все правильно чтобы получилось так хорошо чтобы нравилось второй это делать так как хочется чтобы получить от этого кайф в обоих случаях может получиться что-то талантливое и даже гениальное потому что оценивать не вам вам же остается лишь ощущение процесса так зачем же себя заставлять выполнять какие-то правила да да попробуйте написать музыку сейчас это просто возьмите немного сэмплов и смиксируйте их так как вам хочется если у вас есть музыкальное образование этот процесс пойдет с учетом когда-то выученных гамм аккордов гармоник ну что-то от баха бетховена с моцартом но если нет то будет что-то от джаза импровизация она будет из трех нот как поп-музыки которую вы мы слышим из детства и понимаем чувствуем лишь так как способны но это другое будет может быть вполне гениальным для тех кто это услышит потому что кто-то из них получил высшее образование музыкальное образование и он найдет даже в какафонии ритм и мелодию а кто-то завязал зависал под попсовых звезд и убедил себя в том что это не может быть плохо если ему ей это дают послушать точно также и с сиськами если женщина одевает смелый наряд едет в автобусе на работу и перезгливо корчит личика если на грудь пялится какой-то старик хотя она ожидала что в автобусе будут одни принцы из дальнего зарубежья то она консерваторию не кончала и даже не на гитаре в подъезде играла только под бутылочку пивста потому что не всем дано кому-то не дано чисто генетически не было у них в роду умных развитых людей способных восхититься красотой заката и обнаженной женской грудью как минимум в трех поколениях не было ну еще и воспитали так что голова сапиен это прикольно а вот чувствовать радость любовь это странно даже большинству это не дано попробуйте написать музыку попробуйте дотронуться на женской груди попробуйте приготовить больше что-то обязательно найдется хотя можно просто выполнять чисто правило